Я понимаю, что сегодня есть одна общая линия, проходящая через все собрание. И Бог сегодня говорит нам о вере. Говорит с разных аспектов, через разных людей, разными способами. Но сегодня время для того, чтобы мы проанализировали свою веру, мы укрепились в ней и, может быть, стали еще больше доверять Богу. Мы поем замечательную песню. Даже прославление оказалось в теме «Доверять тебе». И в ней есть слова о том, что мы будем доверять Богу в любых ситуациях. Помните, и даже если горы не двигаясь стоят, и если воды моря не расступаются, это явное указание на те чудеса, которые происходили, когда народ еврейский исходил из земли египетской. То есть, даже если мы не видим явных божьих чудес, и если на молитвы не видим мы ответ, дальше поем мы. «Доверять, доверять буду я тебе». Доверие – это один из важнейших аспектов веры, о котором я буду говорить сегодня, в теме, которую я назвал «Вера как паранойя наоборот». Являются ли вот эти слова, что бы ни происходило, даже если на молитве нет ответа, даже если не происходят чудес, исповеданием сегодня нашим, тем, во что мы верим и тем, что мы практикуем. Я сегодня хочу поговорить о влиянии на нашу веру трудностей, болезней, страданий, неудач, как мы себя чувствуем и как мы себя ведем, когда действительно не получаем ожидаемый нами ответ на молитвы. Ведь зачастую мы молимся и просим у Бога конкретных вещей. «Господь, я хочу, чтобы происходило так, я ожидаю, что Ты должен ответить так, я считаю, что в этой ситуации все должно разрешиться именно так, но бац, и так не происходит. И все идет прахом, или все идет совершенно по другому сценарию, и мы не понимаем, продолжаем ли мы держаться за Бога всей душою, всей крепостью своей и всем разумением своим, когда в нашей жизни черная полоса. Или мы начинаем думать, что Богу до нас никакого дела нет, и Он оставил нас. Первый тезис, который нам стоит иметь в виду для понимания той темы, которую я буду раскрывать, заключается в том, что христиане не застрахованы от проблемы страданий. И как бы сегодня ни было популярным Евангелие преуспевания, так называемое, как бы сегодня многие не пытались привлечь людей в церковь лозунгами или идеями о том, приди к Богу, все твои проблемы решатся, других больше никогда не будет, и вся твоя жизнь будет проходить в шоколадной реке с ММДМ, с нами берегами. Но на самом деле это не так. Будем честны, христиане беднеют, болеют, лысеют, теряют с возрастом зубы, зрение, ничуть не меньше, чем все остальные люди вокруг нас. И точно так же, как все другие умирают. Это происходит потому, что мы живем на падшей планете, полной страданий, от которых не был избавлен даже Сын Божий. Во время земной жизни и Христос, и Павел молились об облегчении своей участи, но не получили облегчения. Апостол Павел описывает обстоятельства христианской жизни так, 1 Коринфянам 4,11. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Один из величайших апостолов в ранней церкви, человек, имевший личную встречу со Христом, тот, через которого Бог решил дать нам практически половину Нового Завета, если не большую его часть, так описывает свою жизнь, как ссор, как прах, всеми попираемый до ныне. Это непостижимо. Казалось бы, Божий избранник, человек, который имел чрезвычайное откровение от Бога, человек, которому Бог говорил, показывал видение, через которого Бог творил массу чудес, должен был быть счастливейшим человеком на земле, если верна идея о том, что христиане имеют право на абсолютное процветание. Поймите меня правильно, я не против того, чтобы мы хорошо жили. Я двумя руками за, сам стремлюсь к этому, молюсь об этом. И действительно благодарен Богу, когда все складывается хорошо в моей жизни. И я радуюсь, когда все складывается хорошо в жизни моих родственников, в жизни братьев и сестер церкви, тех людей, которые я знаю. Но бывают черные полосы, или бывают жизни, судьбы, этапы, когда действительно черная полоса. И кроме того, в целом в мире, знаете, происходит столько всего, из ряда вон выходящего, что многие неверующие задают часто вопрос, а иногда и у верующих он возникает, да, где же Бог, куда Он смотрит, почему Он допускает всему этому быть, если Он вообще существует. И у многих людей возникает кризис веры, когда они сталкиваются с трагедией, болезнью или смертью. И поэтому я хочу сегодня поработать с этой проблемой, и я хочу сегодня, может быть, кому-то помочь, а может быть, для кого-то провести профилактику с Божьей помощью. Один пастор как-то сказал, что есть два вида веры. Одна говорит «если», а другая говорит «хотя». Та, которая говорит «если», она говорит так, если все будет хорошо, если жизнь будет благополучна, если я буду счастлив, если близкие, да и я будем живы-здоровы, то я буду верить в Бога, буду молиться, ходить в церковь и отдавать десятину. Мы ставим Богу условия порой и говорим, что если ты мне дашь то, что я хочу, если все будет так, как я хочу, то, соответственно, я буду христианином, я буду ходить в церковь, я буду иметь в своей жизни определенные христианские практики. Но другая вера говорит «хотя», хотя вокруг много зла, хотя, образно говоря, используем эти Иисусовые образы, скажем так, хотя с меня в моей гефсимане течет кровавый пот, хотя я должен до дна испить свою чашу на Голгофе, все же я доверяю Господу, сотворившему меня. Помните, Иов 13.15, Иов восклицал «вот, он убивает меня, но я буду надеяться». Иов воспринимал происходящее как практически полное его уничтожение, он лишился всего, он сам находился в таком состоянии, что едва-едва дышал, да, только кожа и кости остались на нем, весь с ног до головы покрыт проказой, он убивает меня, но я буду надеяться. Даже в этой ситуации он, я не знаю чем, остатками каких-то душевных сил, остатками какого-то своего внутреннего сознания цепляется за Бога и говорит «я все равно буду надеяться». Надеяться больше не на кого. Только Бог может быть в такой ситуации полного краха моей единственной опорой. Но есть люди, которые, оказавшись даже не на таком краю и не в такой глубокой бездне, как Иов, тем не менее терпят крах своей веры, отворачиваются от Бога, начинают предъявлять претензии к церкви, к пастору, к служителям, к своему окружению какому-то, говорить «все не такие, все не так, Бог не такой, церковь не такая, я хочу, чтобы было по-другому». Когда чудеса не случаются, необходима смиренная и многотерпеливая вера. Знаете, кто-то сказал, что грань между магией и религией заключается в том, что в магии люди пытаются добиться, чтобы боги исполняли их волю, а в религии, в хорошем смысле этого слова, я понимаю, что для определенного контингента это слово звучит ругательно в современном христианстве, но тем не менее, в религии люди сами стараются исполнять волю Бога. И христианская вера означает следование воли Бога. Не предъявление Богу своего райдера, не предъявление Богу своих требований, не предъявление Богу своих условий, как условия того, что мы будем следовать за Ним, а смиренное принятие того, как Бог ведет нас в жизни, как Бог дает нам нечто. И знаете, сам Иисус молился в Гефсимане о том, чтобы его миновала чаша сия, если возможно. Помните вот эту молитву накануне его предательства и страданий? Но сам тут же покорно добавлял, впрочем, не как я хочу, но как ты. Библия описывает и наивную веру, и великую веру. Великая я называю веру, которая верит вопреки всему. Иев, Авраам, Моисей, другие герои веры, которые упомянуты в 11 главе, например, послания к евреям, переживали длительные периоды засухи, образно говоря, когда чудеса не случаются, когда горячие молитвы не достигают небес, а если и достигают, то, не встретив ответа, падают на землю. Опять же, все это образно говоря. Но складывается такое ощущение, что Бог не просто не видим, а как будто Он вообще отсутствует. Бог уехал в отпуск, и все, ничего не решается, ничего не происходит. И вот порой такими путями идем и мы. Времена удивительной близости, в которой Бог вроде бы отвечает едва ли не на каждую нашу потребность, чередуются с временами молчания, когда все библейские обещания выглядят ложными, когда кажется, что Бог абсолютно никак не участвует в нашей жизни. Но знаете, что интересно? Трудные времена, как могут привести нашу веру к кризису, так могут и укрепить ее. Один христианский автор как-то заметил, бывая за границей, что в зажиточных странах христиане часто говорят, Господи, избавь нас от этого испытания. Но люди, гонимые за Христа, жители бедных стран, молятся, Господи, дай нам силы перенести это испытание. И те, кто наблюдает, скажем так, за динамикой состояния церкви, не раз отмечали, я слышал о том, что во времена гонений церковь была другая. Она была более сплоченной, она была более горячая, она была более ревностной. Что-то было какое-то движение во многих отношениях сильнее, чем во времена благоденствия. Как бы это ни казалось странным, но трудные времена удивительным образом способны укрепить веру и верность. И в человеческих отношениях тоже так бывает, что какие-то кризисы, которые мы пережили вместе, какие-то проблемы и трудности, которые мы прошли вместе, они сплочают нас, они сближают нас, и наши отношения становятся крепче. Если спросить у членов какой-то крепкой семьи, как она такой стала, то, скорее всего, можно услышать о каких-то испытаниях и трудных временах, которые они пережили вместе. Кто-то прошел через болезнь ребенка, кто-то прошел через болезнь одного из супруга, кто-то прошел через времена, когда они крайне нуждались и перебивались с крошки на крошку. Многие люди, пережившие войну, вспоминают об опасности для жизни, о голоде, о чудном избавлении, о смерти. И в том числе они делают это потому, что, во-первых, они благодарны, что пережили это, и понимают, и помнят, через что прошли. Во-вторых, они вспоминают об этом, потому что это сплотило семью, которая прошла через все это вместе. Отношения набирают силу, когда они натягиваются до предела, но не разрываются. И переносясь от отношений человеческих к отношениям наших с Богом, я хочу сказать, я хочу подчеркнуть, что основа как человеческих, так и Божьих отношений – это доверие. У нас есть много определений веры, да, у нас есть хорошее определение, прямо в Библии написано. Это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И мы зачастую его цитируем, по-разному интерпретируя, а порой, может быть, и недопонимая вообще, о чем мы говорим, но определение есть, и мы его выдаем. Но основой отношений с Богом является доверие Ему. Доверие, как я уже начал говорить, не только в том, что Бог обязательно исполнит наш райдер, Бог обязательно исполнит список наших требований, наших пожеланий, реализует все наши мечты. Доверие в том, что Бог знает, как нас надо провести по жизни, чтобы в итоге мы смогли достичь небесной отчизны. Видя, как это бывает среди людей, мы можем лучше понять наши отношения с Богом. Смотрите, если у нас есть отношения с кем-то, то один из основных вопросов – доверяю ли я любимому, любимому человеку, или доверяю ли я Богу, если говорить об отношениях с Богом. И если прочно стоять в доверии, то никакие обиды, такие отношения не смогут разрушить, а только укрепят их. Если супруги доверяют друг другу, то что бы ни происходило, кто-то где-то задержался, кто-то не смог вовремя отзвониться, что-то такое произошло, там, где доверие, не возникнет никаких подозрений, не возникнет никаких инсинуаций насчет того, что кто-то там, возможно, пошел налево, или кто-то там, возможно, попал в какие-то сообщества непонятные. Но если этого доверия нет, сразу начнут возникать подозрения, сразу начнут возникать претензии. Авраам долго ждал детей, а потом взбирается на гору, чтобы принести в жертву своего единственного сына. Иев скоблит себя черепицей под палящим солнцем, я сегодня уже вспоминал о нем. Давид прячется в пещере, спасаясь от преследований Саула. Илья уходит в пустыню, преследуемой Иезавелью. Моисей изнемогает от своего служения и тоже перед этим 40 лет провел в пустыне. Все эти люди переживали кризисное состояние, во время которых они вполне могли бы сказать, что Бог бессилен, а то и жесток, и безразличен. Запутавшиеся, находящиеся во тьме, они стояли в свое время перед выбором, разочарованно повернуть назад или с верой просто шагнуть вперед. В конце концов, все они выбрали путь доверия. И именно поэтому мы вспоминаем о них сегодня, как о героях веры. К сожалению, не все выдерживают подобные испытания. Не все побеждают. И Библия упоминает многих, кто в вере не устоял. Мы можем вспомнить о Каянии, мы можем вспомнить о Самсоне, мы можем вспомнить о том, как закончилась жизнь Соломона, мы можем вспомнить о Иуде, ставшем предателем. И в их жизнь вошли печаль и сожаление, но все могло повернуться иначе. Однажды они стояли на развилке, однажды они сделали не тот выбор. И один богослов говорил о том, что самая чистая вера выковывается именно в борениях, когда хоть происходящее человеку и непонятно. Мы не понимаем. Мы задаем себе вопросы. За что? Как? Почему это могло произойти со мной? Как вообще с верующим человеком может такое происходить? Мы же верны Богу. Мы же ходим в церковь. Мы же молимся. Мы же Библию читаем. Но тем не менее, хоть происходящее нам и непонятно, мы доверяем Богу. И это выковывает реально ту веру, которая способна пройти через любые испытания. Но, знаете, в таких ситуациях мы осознанно или неосознанно на определенном этапе нашей жизни можем приходить к одному вопросу, который заключается в том, заслуживает ли Бог нашего доверия, чтобы мы полагались на Него в любых ситуациях. Я понимаю, что, может быть, для людей, скажем так, выросших в классической христианской среде, этот вопрос звучит кощунственно. Но допускаю, что кто-то слушает меня, будучи неверующим, допускаю, что кто-то слушает меня, не выросший в традиционной христианской среде, а уверовав однажды на каком-то этапе своей жизни. Да и просто все равно нельзя исключить, что человек верующий однажды может усомниться, что Бог достоин нашего доверия. И этот кризис, это сомнение приводит к ряду вопросов. Но в книге Иова мы можем увидеть один важный урок в заключительной речи Бога, который состоит в том, что не дело человека вникать во все причины событий. Помните, Бог говорил Иову, давайте откроем 40 главу книги Иова, с 4 стиха. «Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою, облекись в блеске великолепия, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордо и смири его, взгляни на всех высокомерных и унисьих, и сокруши нечестивых на местах их». Улавливаете, о чем это? Мне это напоминает то, что Бог другими словами говорил пророку Исаии, Исаии 55, с 8 стиха. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и мои пути выше ваших путей, и мои мысли выше ваших мыслей». Бог как бы расставляет акценты, как бы показывает, кто находится на каком месте, подчеркивает, что Он создатель, Он творец, в Его руках наши судьбы и судьбы всего человечества, и мы являемся существами сотворенными, которые заведомо не могут знать всего божественного плана, которые заведомо не могут знать ответы на все вопросы. Поэтому Бог, кстати, Иову, хотя мы из контекста книги и видим, почему Иов оказался в такой ситуации, но Бог так и не дал ответ Иову, почему это с ним произошло. Бог сместил эти акценты в вопросах Иова с вопроса «почему?» на вопрос «кто есть ты и кто я? и какие должны быть у нас отношения?» и по сути подвел Иова к идее о том, что Богу необходимо доверять. Да, Бог не вмешивается во все подряд. Он не смиряет каждого высокомерного или любого другого человека, как только он себя дурно проявит. И молния с неба не поражает каждого согрешившего. И это, кстати, даже многих верующих расслабляет. Когда человек находится в определенном искушении, когда возникает какой-то соблазн, и человек делает шаг в опасном направлении, и человек совершает какой-то грех, когда он первый раз сталкивается с этой ситуацией, он испуганно оглядывается, что сейчас будет, как Бог отреагирует на это. Но поскольку Бог не реагирует сиюминутно на каждую ситуацию, проявляя свое долготерпение и милость, а иногда где-то и выжидая, то это может усыпить бдительность верующего человека. И может произойти логическая ошибка в его рассуждениях. Либо он может принять Богу все равно, решить, что Богу все равно, либо, что я не совершил ничего страшного, либо, наоборот, прийти к такому, знаете, утопическому вообще варианту. Я уже все равно согрешил, терять мне нечего, я буду и дальше грешить. Ни одна из этих логик не является верной. То, что молния с неба не ударила, не значит, что Богу все равно. То, что ничего не произошло в нашей жизни, может быть сразу, абсолютно не значит, что Бог одобряет то, что мы сделали. Бог дал нам вернейшее пророческое слово. Это слово Библия. И знаете, зачастую христиане ведут себя удивительным образом. Кто-то не читает Библию, кто-то, может быть, читая ее, не видит того, что в ней написано. И когда вдруг в молитве где-то, кто-то в пророчестве или просто по вдохновению, молясь за кого-то, говорит о том, что Бог тебя любит, Бог против того или против этого, это воспринимается вау. Все, мне Бог сказал. Вот это откровение, вот это весь с неба. А то, что это уже 2000 лет написано назад было в Библии, и то, что это актуально для каждого живущего сегодня, это Бог не говорит, это непонятно, это не воспринимается, как весь с неба. Но сейчас не об этом. Я говорю о том, что вера включает выбор либо взбунтоваться, если что-то идет не по нашему сценарию, либо признать ограничение, ограниченность нашей человеческой природы и продолжать доверять Богу в любых обстоятельствах. И необходимо признать, что очень часто мы не сможем ответить на вопрос, почему. Как бы нам не хотелось, как бы любопытство или другие какие-то мотивы не побуждали нас к этому, но это так. Очень сложный вопрос, как Бог влияет на те или иные обстоятельства. Кто-то рассуждает о прямом действии Бога, кто-то рассуждает о допущении Божьем и так далее. Но вопрос не в этом, наверное. Вопрос не в технике, вопрос не в механизме, вопрос не в способе. Вопрос в том, что Бог является Вседержителем. И как мы читаем в Колоссиным, например, 1.17, Он есть прежде всего, и все им стоит. Присутствие Божье ежесекундно поддерживает все творение. И знаете, один автор интересный образ, да, или интересную идею как-то высказал. Он сказал о том, что мы представляем Бога обычно взаимодействующим со сферой земной жизни, как нисходящее сверху. Словно на нас опускаются лучи, падает град или молнии. Ну, как, например, Бог вмешивался в историю, насылая на землю казни египетские. Но уместнее, пожалуй, уподобить Божьи проникновения в нашу жизнь, выходу на поверхность вод, берущих начало из водоносного пласта. И чудеса — это не кавалерийские налеты, образно говоря, в историю человечества, обычно отстраненного от нас божества, а именно выход на поверхность силы, которая незримо присутствует в глубинах истории постоянно. Богом все держится, Богом все движется. Он постоянно присутствует, и Он сам решает, в какой момент дать выход своей силе, а в какой момент этого не давать. Почему Он это делает или не делает, нам не понять. Мы помним, что Его пути и Его мысли гораздо выше мыслей наших. И хотя нам, по нашей человеческой логике, и хотя нам, может быть, будучи, когда мы являемся такими, знаете, горячими, религиозными парнями и сестрами, да, не знаю, как это слово употребить, девочкам, наверное, как-то не звучит, но и нам казалось бы, и нам кажется порой, что все, вот тут Бог должен порубить всех шашкой, тут Бог должен непременно этого исцелить, этого воскресить, вот здесь этих террористов просто поразить громом на месте, чтобы они не дошли до того момента, когда они нажмут на какую-то кнопку, и произойдет взрыв. Но Бог сам решает, что, как и когда Он делает или не делает. В любом случае, мы понимаем и признаем, что Его присутствие постоянно поддерживает все творение. И может быть, что более важно для нас, Бог присутствует в людях, которые соединяют себя с Ним. Незримый спутник человека, Дух Божий действует изнутри каждого из нас, отделяя доброе от злоя. Показательная история приведена в 9 главе Евангелия от Иоанна, если продолжать вот эту тему, получение ответов на определенные вопросы от Бога. Увидев слепорожденного, мы помним эту ситуацию, ученики Иисуса принялись доискиваться, почему с ними так случилось, чьим грехам этот слепорожденный обязан врожденной слепотой, собственным или родительским. Мы не раз иронизировали над этим, и удивлялись этому, подумать только, как он мог родиться слепым из-за своих собственных грехов, когда он успел согрешить. Неправильно подумал что-то о маме с папой, находясь в животике у мамы. Это нонсенс какой-то, но тем не менее, вопрос был задан именно таким. Но ответ Христа в данном случае был таким. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Вдумайтесь, что делает Иисус своим ответом в этой ситуации? Он переставляет акцент с вопроса «почему» на вопрос «для чего». И, наверное, вот этот ответ Иисуса кратко резюмирует библейский подход к проблеме страдания в целом. Вспомните беседу Иисуса с учениками о трагедии, когда 18 человек погибли от падения Силамской башни. В 13 главе Евангелия от Луки этот разговор записан. И Иисус в этой ситуации не стал рассуждать о том, почему и зачем башня на них упала, а перевел вопрос в другую плоскость. «Будете ли вы готовы к смерти?» по сути, спросил он слушающих его, «если какая-нибудь башня упадет на вас самих». Луки 13, 4. «Думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Иисус, заметьте, не пускается в объяснение прошлого, не рассуждает о причинах произошедшего, но он смотрит в будущее и говорит или рассуждает о том, как сделать так, чтобы другие люди встретили будущее достойно. Библия не дает ясного ответа на вопросы о причинах многих трагедий, в том числе и которые случаются в наши дни. Но слова апостола Павла о том, что все содействует ко благу, помните, любящим Бога и призванным по изволению Его, дают нам надежду на будущее. И иногда, как в случае со слепорожденным, благо приходит через удивительное чудо исцеления. Но иногда, как это бывает, со множеством людей, молящихся об исцелении, такого чуда не происходит. Но в каждом случае страдание дает возможность явить дела Божьи, будь то в немощи, будь то в силе. Потому что даже когда человек не получает исцеления, то, как он переживает страдания, то, как он сохраняет веру, то, как он, может быть, ободряет других людей, является добрым примером того, как христиане должны жить и как христиане должны завершать свою жизнь. У каждого верующего в Бога имеется какое-то общее представление о том, как Бог ведет себя в отношениях с людьми. Я уже кое о чем в этом плане говорил. И, наверное, большинство христиан видят в Евангелии образ Бога как Отца, как любящего, милующего, прощающего, готового принимать. В любом случае, все это говорит нам о личностном Боге. Бог вступает в отношения, Бог определенным образом реагирует на наше отношение к Нему. И помните, например, вот этот пример, который происходил во времена и пророка Ионы. Бог сказал свое слово о том, что Он уничтожит Неневию, которое погрязло во грехе, но вместе с тем Бог отменил свое намерение, когда отреагировав на обличение Ионы, народ Неневии покаялся. Народ Неневии изменил свою жизнь, изменил свое поведение. Бог вступает в отношения с людьми. Но чем сильнее Бог похож в нашем понимании или в нашем представлении на личность, тем больше непростых вопросов может возникать у нас? Например, не следует ли любящему Богу почаще за нас вступаться? И как можно доверять Богу, если нельзя быть уверенным в том, что Он непременно придет на выручку? И поэтому у многих людей, как я говорил в начале, возникает кризис веры, когда они сталкиваются с трагедией, когда они сталкиваются с болезнью или смертью. В такие минуты люди хотят ясности, но Бог в эти минуты хочет нашего доверия. Мы видели на примере Иова, мы можем видеть, возможно, на примере каких-то других героев, описанных на страницах Священного Писания, что Бог зачастую не дает ответ на вопрос «почему?». Но Бог ожидает нашего доверия в любой ситуации. У одного шотландского проповедника 19 века внезапно умерла жена. И после ее смерти Он произнес проповедь, которая признался, что не понимает, почему жизнь так устроена. Но еще меньше Он понимает тех, кто после подобных утрат отходит от веры. «Отходить ради чего?» спрашивал Он. «Люди, живущие в солнечном свете, могут иметь веру, но люди, находящиеся в тени, мы помним этот образ, если мы проходим через долину смертной тени, просто обязаны иметь веру, потому что без нее не выстоять». Я подхожу к этому образу или к этой идее. Я прочитал его тоже одного христианского автора, который заложил название. «Идея о паранойе». Вообще, кто слышал о паранойе? Ну, я так понимаю, молчание – знак согласия. Слышали все. Паранойя вообще повсюду видит заговоры. Я, например, сталкивался с некоторыми людьми, у которых параноидальная шизофрения, и у них все вокруг враги. Все вокруг желают им зла. Соседка сверху специально одевает каблуки и ходит, топая ногами, для того, чтобы свести его с ума, для того, чтобы не дать ему утром поспать. Там дети специально бегают по коридору, для того, чтобы опять же причинить ему вред какой-то. И это может быть самый безобидный пример только такого соседского параноика, скажем так. Но параноик в любом случае убежден, что против него весь мир. И любой случай, любое происшествие, любую самую банальную ситуацию он объясняет вражеским заговором против него. И если попытаться его успокоить, разъяснив ему, что, может быть, он что-то неправильно понял, может быть, какие-то естественные причины есть у того, что его тревожит, то это может лишь подлить масло в огонь. И в итоге вы сами можете попасть в число подозреваемых, участвующих в заговоре против него. Поэтому вся жизнь параноика состоит из страха. Зрелая вера, которая включает верность и простоту, дементрально противоположна паранойе. И если параноик во всех видит врагов и во всем подозревает заговор, то человек верующий, в чем я вижу антипод, противопоставление такое, яркое, помогающее нам что-то понять, то человек верующий, все происходящее с ним, понимает через доверие к любящему Богу. Если случается что-то хорошее, это дар Божий. Если плохое, то почему-то Бог допустил, чтобы это произошло. Не обязательно это исходит от Бога, не обязательно это является наказанием за что-то. И, безусловно, это не значит, что наша вера тщетна. Есть один такой христианский анекдот. Человек, ступая с тротуара на проезжую часть, его чуть не сбивает машина. Наблюдатель, который видит это, говорит, «О, Господь спас его чудным образом». На следующий день, сойдя с тротуара, бедолага все-таки попадает под машину, оказывается в больнице, и лишь несколько месяцев спустя излечивается от рам. Тот же наблюдатель восхищается, «Разве не чудо, как Господь его уберег?» Спустя некоторое время незадача и пешеход снова сходит на тротуар, я не знаю, ему нельзя просто ходить было по тротуарам, и сходить на проезжую часть. Но его снова сбивает машина, и на этот раз насмерть. Наш наблюдатель в этой ситуации говорит, «Что, как вы думаете?» Бог счел нужным забрать его домой. Может быть, это анекдот такой, семинарийский, может быть, это юмор определенного рода, но вот эта история, или этот взгляд, или это отношение к происходящим событиям, оно показывает вот примерно то отношение, которое должно быть у человека верующего, человека доверяющего к Богу, к тем событиям, которые происходят в жизни нашей и в жизни тех людей, которые нас окружают. Очень важным для понимания вот этой темы являются слова апостола Павла, которые я уже упоминал, Римлянам 8, 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Многие христиане могут подтвердить, что для них эти слова оправдывались во всех бедах и несчастьях, которые они переживали. Безусловно, не все происходящее в нашей жизни является благом. Давайте будем это правильно понимать. И когда происходит какая-то трагедия, когда кто-то попадает в аварию, когда кто-то оказывается участником какого-то теракта, когда происходит что-то ужасное, безусловно, само по себе это не благо. Но то, что может в последующем произойти или происходит в последующем, может быть благом. Случившееся может быть обращено ко благу. И очень важно действительно в это верить. И такая вера в конечном счете вознаграждается. Хотя ответы на вопрос, почему, мы очень часто так и не получаем. Я, например, читал некоторые свидетельства о том, что в результате каких-то ужасных терактов, которые там происходили в Америке, во-первых, кто-то выживал в них. И это было чудом Божьего спасения, и люди могли свидетельствовать об этом. Во-вторых, само происходящее меняло отношение многих людей к себе, к другим, к жизни. Да, кто-то пострадал, но кто-то благодаря этому вздумался о смерти. Кто-то благодаря этому стал искать Бога. Кто-то благодаря этому пришел к Богу. Кто-то стал лучше ценить своих близких, потому что понял, что в один момент он может потерять того, кто находится рядом с ним, того, кто дорог ему. И очень-очень много вот таких вот вещей, которые действительно вследствие некого зла, тем не менее, привели в итоге к какому-то благу. Вера смотрит на жизнь с точки зрения доверия, а не страха. И какой бы хаос не творился в настоящем, мы понимаем и мы верим, что над всем владычествует Бог. Он является Богом любви, для которого я важен. Поэтому нам не стоит даже допускать мысль о том, что мы Богу не нужны, о том, что мы Богу не важны, о том, что Бог нас оставил. Да, повторюсь, иногда Бог отвечает на нашу каждую молитву. Мы видим, чувствуем Его, мы переживаем Его прикосновение, может быть, в молитве, может быть, в поклонении, может быть, еще в каких-то ситуациях. Но бывают ситуации, когда Бог молчит, и это не значит, что Ему нет до нас никакого дела. Даже если в мою жизнь приходит страдание, то оно не длится вечно, и никакое зло в конце не восторжествует. Я в прошлое воскресенье проведовал о том, что однажды все мы, если сохраним Богу верность, окажемся на новом небе и новой земле, в той реальности, в которой Бог отрвет всякую слезу сочери наших. Там не будет всего. Зло, проблемы, горести не будут торжествовать вечно. Однажды мы окажемся в другой реальности с Богом. И даже на самое темное событие в истории, на смерть сына Божьего, вера смотрит, как на прелюдию к самым радостным событиям. Благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря тому, что Он перенес эти ужасные страдания, тысячи, миллионы людей, человечество получило шанс на спасение. Люди получили примирение с Богом. Люди получили шанс жить новой жизнью. На чем основывается вот то доверие Богу, о котором я говорю? Доверие это основывается на том, что мы узнаем о Боге, что мы знаем о Боге. Опять же, приведу аналогию с человеческими отношениями. Допустим, я договорился в определенный час встретиться со своим другом. Я пришел в условленное место, представим, что это было 20 лет назад, когда у нас не было мобильных телефонов, и нет возможности перезвонить ему и спросить, ну что ты где? И он не приходит. 5, 10, 30, 60 минут, проходит час, его нет. Я понимаю, что, скорее всего, он не придет, и нужно дальше что-то делать или планировать без него. Как я себя поведу в этой ситуации по отношению к своему другу? Начну ли я проклинать его за бездумность, безответственность, за то, что я вынужден был время свое потратить, а он так и не пришел? Нет. Потому что годы дружбы с ним и то, что я знаю о нем, научило меня, что на моего друга всегда можно положиться. Значит, что-то помешало ему, не зависящее от него, чтобы он был вовремя на встрече. Значит, возможно, что-то случилось. Значит, возможно, есть какие-то уважительные причины, есть какое-то реальное объяснение, достойное внимания принятия того, почему его здесь нет. Я не буду обвинять друга, а я буду его оправдывать. Понимаете идею? В плане наших отношений с Богом. Если я люблю и уважаю человека, то я ставлю ему в заслугу хорошее и стараюсь не винить за плохое, предполагая, что у него есть оправдание или есть какая-то уважительная причина. И вот при таком подходе в итоге возникает и поддерживается взаимное доверие и любовь. И со временем, благодаря тому, что мы узнаем из Слова Божьего, что мы читаем в Библии, каждый из нас может узнать некоторые качества Бога, которые позволяют нам подобным образом относиться к Богу, доверять Ему и в хорошем, и в плохом. Да, образ действий Бога часто ставит нас в тупик. Порой Бог действует очень медленно. Писание говорит о том, что Он долго терпит. Когда ранее церковь, это прослеживается во многих посланиях, ожидала того, что Иисус вот-вот вернется. Мы помним эту сцену, когда Иисус вознесся, ангелы с неба сказали, а чего вы стоите тут и ждете? Это Иисус, который так вознесся, точно так же и вернется однажды на землю. И ученики ожидали о том, что это случится вот-вот. Но этого не произошло ни при их жизни, ни при жизни их детей, ни даже еще в наши дни этого не произошло. Мы все еще находимся в процессе ожидания. Мы все еще находимся в состоянии готовности того, что Бог может вернуться вот-вот. Но апостол Петр разъяснял о том, что Бог не медлит исполнением обетования, а долготерпит, желая, чтобы все спаслись. У Бога свои мотивы, свои причины, свои сроки, свое видение и понимание. И мы нашим ограниченным человеческим умом не в состоянии охватить общечеловеческий план. Возможно, мы рассудили бы себе или рассуждаем о том, как было бы хорошо для нас, для нашей семьи, для наших родственников, но в лучшем случае для нашей церкви. Но Бог над всем человечеством. Бог учитывает все обстоятельства, происходящие на земле и думает о всех людях, живущих на земле. А вот здесь мы не в состоянии сделать определенную раскладку Божьих планов, желаемых нами, таким образом, чтобы это действительно содействовало всем ко благу, чтобы это было действительно для всех вовремя, для всех хорошо, для всех удобно. Бог принимает грешников, Бог принимает глудных сыновей, Бог ограничивает свою мощь, Бог говорит шепотом, а порой вообще через молчание. Но именно в этих качествах Бога мы можем увидеть свидетельство Его долготерпения, милости и желания уговаривать нас, а не заставлять. Бог считается с нашей свободной волей. Это удивительное противоречие, которое не могут осмыслить богословы многих поколений, как всемогущество Бога, как Его провидение сочетается с нашей свободной волей. Я не буду сейчас об этом рассуждать, но, тем не менее, Бог не заставляет нас что-то делать. Он предлагает нам путь веры, Он предлагает нам путь доверия, и этот путь лежит через познание того, кто Он, какой Он, как Он к нам относится. А если нас посещают сомнения, то мы можем думать о Христе, самом явственном откровении Божьего Я, и учиться доверять Богу. Бог пожертвовал Своим Сыном, чтобы мы имели нечто, чтобы мы имели спасение, чтобы мы имели жизнь в избытке. Поэтому, когда все-таки совершается зло или происходят трагедии, которые невозможно объяснить деяниями благого Бога, которого мы видим в Писании, нам стоит поискать другие объяснения случившегося, или, может быть, вовсе не задумываться над ответом или над вопросом, почему, скажем так, а доверять Богу в том, что Он держит все, Он контролирует все процессы. У одного христианского автора я встретил такой пример на тему доверия. Буквально еще немного, я буду заканчивать. На мой взгляд, очень показательный. Представьте себе положение разведчика, который работает во вражеском тылу и вдруг теряет связь со своими. Два варианта мыслей, два варианта отношений у него может быть случившемуся как минимум. Вариант первый, он может подумать о том, что его бросили на произвол судьбы. Что никому до него дела нет, что если его возьмут в плен, он может рассказать все, что он знает для того, чтобы попытаться спасти жизнь. Все равно он там никому уже не нужен. Вариант второй, если он доверяет своему руководству, то он решит, что возникла проблема со связными, или, возможно, связь была прервана для его же безопасности, или найдет какое-то другое объяснение. Но в любом случае, если его схватят, он никого не выдаст, и при этом будет надеяться, что его правительство постарается ему помочь. Либо договорится по дипломатическим каналам, либо предложит обмен или проведет спасательную операцию. Другими словами, даже в самой тяжелой ситуации разведчик будет верить, что родной стране ни он сам, ни его участь не безразличны. Перенесите сами вот этот пример в плоскость наших отношений с Богом. А я еще один пример процитирую нам, для того, чтобы мы лучше поняли эту идею. Известный христианский автор Клайв Льюис приводит много примеров того, как оправдывается доверие даже в таких условиях, когда доверять, казалось бы, трудно. «Когда вызволяют из капка на собаку», писал как-то он, «вынимают занозу из пальчика ребенка, спасают тонущего или переводят испуганного новичка через трудное место в горах». Да, он берет четыре таких случая. «Роковым может оказаться лишь одно – их недоверие. Мы изо всех сил просим поверить, что боль, которую мы сейчас причиняем, избавят от гораздо большей боли. Видимая опасность – единственный путь к безопасности. Мы просим страдальца принять то, что в данный момент ему кажется неприемлемым. Продвинув лапу глубже в капкан, мы легче ее освободим. Разбередив рану, мы вылечим палец, удалив оттуда занозу. Вода удержит и вытолкнет расслабившееся тело, а если хвататься за все подряд, в том числе за спасающего, то можешь утонуть сам и еще и его погубить. Встав на опасный выступ, не упадешь, но выйдешь на надежную тропу. И порой тут послужит опорой только доверие к нам спасаемого. Доверие, основанное порой даже не на доказательствах. Мы не сможем в тот момент предъявить какие-то доказательства, а просто на чувствах каких-то. Если же мы для спасаемого люди посторонние, то, возможно, он поверит выражению нашего лица, интонациям голоса, собака, например, запаху и другим неуловимым сигналам. И иногда, пишет Льюис, творить чудеса нам не позволяет неверие тех, кому мы помогаем. Но если все получается, то именно потому, что они смогли поверить попреки очевидному. Нас нельзя винить за то, что мы порой требуем такой веры. Их нельзя винить за то, что они проявляют или не проявляют такую веру. И никто не говорит впоследствии, какой мы глупый пес, ребенок, человек, что нам не поверил. Принимать христианское учение значит, по сути, верить в то, что мы для Бога, то, кем были для нас собака, ребенок, тонущий человек или незадачливый альпинист. А на самом деле даже гораздо больше. Для меня очень яркой является вот эта иллюстрация, которую привел Клайв Льюис. Мы действительно порой видим только сиюминутно. Мы действительно порой смотрим только на конкретную ситуацию, которая происходит. И нам хочется быстрее от нее избавиться, отмахнуться, как от досадливой, назойливой мухи, которая мешает нам спать. Но, знаете, порой действительно видимая опасность, порой действительно какая-то сиюминутная боль это страховка от гораздо больших опасностей и от гораздо более серьезной боли в будущем. Пройдя через что-то, мы чему-то научились, от чего-то зареклись, может быть, научились по-другому относиться к себе или к кому-то. И на самом деле Бог знает, какой дорогой нас вести для того, чтобы это было действительно нам ко благу. Еще один образ. Один из отцов в церкви однажды сказал о другом отце церкви, не буду называть их имена и фамилии, чтобы вас не грузить, что у веры две руки. Одна принимает радости, а другая невзгоды. При этом и то и другое служит исполнению замысла Божьего у нас. Мы можем вспомнить в этой связи и слова апостола Павла. Вообще его система ценностей выглядит по меньшей мере странной. Тюремное заключение и другие свои какие-то ситуации Павел воспринимает как желанное, потому что они принесли ему много блага. Я думаю, что никто из нас не воспринимал бы тюрьму как некое благо. может быть потом, когда бы все это прошло и когда бы потом об этом мы вспоминали как о неком страшном сне или просто это было уже событиями прошлого, может быть в этой ситуации мы бы и увидели нечто благое. Может быть мы встретили в тюрьме кого-то, кому смогли засвидетельствовать о Боге. Может быть мы своим поведением кому-то явили Христа и нам нужно было оказаться в том месте и в то время для того, чтобы дать человеку шанс на спасение. Но я уверен, что в то время, когда мы оказались бы в такой ситуации, вряд ли кто-то бы из нас увидел или решил, что это благо. Но Павел говорит о том, что и богатство, и бедность, удобство, и страдания, принятие и отвержение и даже жизнь, и смерть это все мелочи жизни. Филиппийцам 4.12 «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». И знаете, думая теперь вот об этом образе, о вере с двумя руками, давайте подумаем, что это может означать лично для нас. Принимаю ли я и стараюсь ли принимать все без исключения как Божье деяние? Стремлюсь ли я учиться на любом опыте и молюсь ли я, чтобы Бог исправил меня через те обстоятельства, в которых я нахожусь здесь и сейчас. Лично я никогда не берусь осуждать Бога. В конце концов, я всего лишь Его творение, причем творение очень несовершенное и ограниченное. От меня сокрыто будущее, которое видит и знает Бог. Я не вижу, как я уже говорил, всего планетарного масштаба происходящих событий, поэтому я не знаю, по какому сценарию должна развиваться моя жизнь. Но я доверяю Богу, однажды став на путь следования за мной, и я исповедую о том, что мне все происходящее будет содействовать ко благу. Хорошо, если наша вера такова, что мы доверяем Божьей благости, даже если события совершенно не располагают к такому доверию. Возможно, в таких ситуациях нам стоит как-то поднять себя над сиюминутностью, не спешить давать какие-то оценки, не спешить роптать, не спешить возмущаться, но просто просить у Бога мужества, поддержки и силы для того, чтобы пройти через какую-то конкретную ситуацию. И как в случае с тюрьмой я рассуждал, возможно, когда эта ситуация окажется в прошлом, мы сможем даже увидеть, а что в ней было благом для нас или для кого-то из нашего окружения, и в чем была реализация вот этого послания о благе в любых трудностях. Я заканчиваю, и подводя итог, хочу сказать, что жизнь всегда будет полна обстоятельств, внушающих страх. Если не болезнь, то финансовые трудности, если не нищета, то одиночество, если не одиночество, то неудача. Мы не застрахованы, как я говорил в начале, абсолютно ни от чего. И в таком мире, в таких ситуациях существует единственный выбор. Бояться Бога или бояться всего остального? Доверять Богу или не доверять ничему? Выбор за каждым из нас. Как нам следует реагировать на страдания? Этот вопрос рано или поздно встает перед любым человеком, проходящим через какие-то тяжкие испытания. Буду ли я, согнувшись под бременем боли, отчаяния, страха, собственной слабости, доверять Богу? Или я отвернусь от Бога с разочарованием и гневом? Или я уйду из церкви? Или я начну предъявлять претензии христианскому сообществу о том, что оно не таково, о том, что оно недостаточно духовно, о том, что церковь сегодня неправильна, потому что не происходит того, что, по моему мнению, должно происходить? Как поведем себя мы? Римлянам 8,38. Очень хорошая в плане сегодняшней темы это глава послания к римлянам. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». О чем эти слова? Что они нам говорят? О том, о чем я говорю. Бог достоин доверия, потому что Он не только любит нас, но и потому, что все находится в Его власти. И если однажды мы стали на путь следования за Ним, то никто и ничто, соговорка, наверное, кроме нас самих, не сможет отделить нас от Бога, не сможет отлучить нас от Божьей любви во Христе Иисусе. Паранойя наоборот. Это очень интересный образ, который я вынес название. Поразмышляйте над ним на досуге. Мы можем вспомнить напоследок, наверное, слова еще трех друзей пророка Даниила. Помните Даниила 3,17. «Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки Твоей царь избавит». Это исповедание того, что мы верим в сильного Бога, Бога, способного творить чудеса. Это наше упование на то, что Бог может в открытую вмешиваться, в ход событий и чудным образом изменять ситуацию и обстановку. Но дальше мы читаем, «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы Богам Твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». А это исповедание того, о чем я говорил в сегодняшней проповеди. Даже если все не будет происходить по желаемому нам сценарию, даже если на молитвы не видим мы ответ, то мы все равно будем доверять Богу. Это все равно не приведет к тому, что мы от Него отвернемся, что мы уйдем из церкви, что мы опустим руки и решим, что все пошло прахом. Мы все равно будем доверять Ему. Я, наверное, закончу на этом. Я приглашаю нас подняться для молитвы.